я приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут хелена важное тайное послание на 2 сентября на 2 сентября послание ангелов наполняет ваше пространство энергии надежды и напоминает что вы защищены и поддерживаем их своих начинаниях ангелы говорят вам что каждый шаг на пути к вашей истинной судьбе уже освещенных светом ваша задача прислушаться к внутреннему голосу который является отражением божественного наставления мистическое послание скрыто в том что ангелы призывают вас открыто подходите к жизненным урокам этого дня они напоминают что за каждым поворотом жизни скрывается сокровища мудрости если вы столкнетесь со сложностями или препятствиями это может быть подсказка что пришло время изменить курс или пересмотреть ваши текущие задачи под углом более высокого самопонимания и духовного роста пусть это послание действует как свет фары ведущий вас через море сомнений или неопределенности помните что каждая ваша мысль маяк притягивающий вашу жизнь события доверьте своему пути и знаете что ангелы приведут вас куда нужно аффирмация на сегодня такая я открыта для божественного руководства любви которые направляют меня к моему высшему благу моя душа безопасности и мои действия богословлены ангельским светом я принимаю великолепие этого дня ведомой нежным шепотом ангелов моем сердце вот пусть это послание аффирмация будут вашими проводниками в этот день напоминая о невидимой поддержке которая окружает вас постоянно сегодня особый день когда смываем все плохое древние народные обычаи особенностей этого дня календаре народных традиций 2 сентября выделяется как время почитания ветхозаветного пророка самуила на руси в эту пору преобразовывали саму его в день время когда устремляются взоры к историческим корням и вспоминают старинные обряды давайте с вами погрузимся происхождение этих обрядов и выясним какие действия предпочтительны избегать в этот день чтобы не сократить продолжительность своих лет 2 сентября православной традиции уважают всех мужчин ведь именно они находят защиту и опеку святого самуила пророк чье имя увековечено в праздничных обычаях заслужил уважение в эпоху 11 века до нашей эры как израильский правитель и наставник оказавший влияние на местное население следуя его примеру народ возвращал утраченные земли и сохранял моральные ценности жизнь пророка оказалась сильной влияние на формирование исторических событий в том числе и на воцарение саула чью судьбу самуил предусмотрел как трагическую самуилов день привнес в русские традиции свои обычаи ритуалы золотая осень в россии возвещала времени трапезы подарков женщины трудились над приготовлением праздничного обеда даря мужьям и отцам олицетворение уважения и любви на поле собирали последние плоды урожая в лесу ушли охотники за грибами надеясь заполучить первых опят возвещая об этом дома уютным запахом жареной картошки это простое но сердечное блюдо в народных верованиях несло себе обетование плодородия и достатка предстоящие зимние месяцы на столе также кипела ставшая символом свекла сбор которой традиционно выполняли девицы в тайне мечтающие о будущей красоте в этот день наказано было не только трудиться на соблюдать устои чтобы явные или невидимые действия и слова не выражили напасти на собственное благополучие и количество лет которые свое время даровано судьбой 2 сентября время обволакивающие особыми запретами в день памяти самуила придерживались определенных правил включая внимание к младшим в этот особенный день не стоило оставлять детей без присмотра так как по вере говорят о притягивании нечистой силы к одиноким душам считалось народе что подстригая ногти в этот день можно невольно отрезать часть своей жизни любые конфликты спора в этот день предпочтительнее было отложить веря в то что даже малейшее разногласие может отложиться негативной тенью на будущее что можно делать тем не менее этот день не проходил без искры благодарности мужской стороне на знак уважения любви важно было порадовать ближайшего мужчину в доме будь то ваш сын брат отец или жених это выражение заботы поможет подчеркнуть значение мужчины семейном кругу и ускорить ежедневные бытовые радости часто мы применяем древние обряды стремясь привлечь богополучие в нашу жизнь однако прежде чем притягивать новые возможности необходимо создать подходящую почву для роста и развития энергетика личности сложившейся из различных факторов оказывает весомое влияние на наше общее богополучие на этот раз акцент делается на освобождение от энергетических загрязнений мы давно осознаем мощь которую несут себе мысли и слова порой мы сами неосознанно становимся источниками своих проблем вводя свою энергетику порчу что сродни энергетическому засорению внешние воздействия виде чужих негативных мыслей или слов также могут усилить это загрязнение подобно древнего представлению опорчились глазе и так сегодня нужно сделать следующее вечером возьмите миску или тарелку широким днем наполните ее водой добавьте немного соли который издавна известно своими очистительными свойствами поставьте эту тарелку на подоконник далее когда поставили скажите слова я очищаюсь от и дальше вы должны сказать именно свои намерения по своему усмотрению от чего вы очищаетесь когда проговорили оставьте до утра эту воду на следующий день этой водой протрите просто подоконники и порог и этот день окрашен в оттенке кармической гармонии что облегчает выражение глубоких чувств окружающие будут искать и стремиться к становлению гармоничных связей влияние космических сил в этот день предрекает присущую склонность к замедленным действиям что может спровоцировать общие моменты негодования чтобы гармонично пройти этот день очень важно учиться терпению и великодушию а вот какие еще сюрпризы принесет нам это день уже предстоит узнать в течение дня также сегодня можно провести магический ритуал на 2 сентября избавляемся от негатива и прочь все плохое наступает время волшебства наполнено туманом загадок и древними тайнами 2 сентября это день когда небесные звезды готовы освободить вас от гнета негатива ритуал который я вам предлагаю сделать сегодня поможет снять из души темные облака и освободить путь для вашего света и итак зажгите сегодня свечу это создаст атмосферу покоя и умиротворения запишите все чего вы хотите избавиться вложите в эти слова всю свою негативную энергию далее подожгите бумагу от свечи и пока она будет гореть скажите негатив не держит меня как зола ты улетай ветер перемены принеси счастье мне подари по счастью мое в дом поступает путь светлый для меня открывает говорим один раз далее когда ваша бумага сгорела пепел пускаем по ветру и все уже после проведения данной практики вы будете чувствовать легкость как каждое темное облако растворяется в ярком свете надежды и этот ритуал только ваше начало на пути к новым вершинам обязательно идите вперед с уверенностью и с новыми силами